Всем привет! И сегодня вы услышите 25 причин, почему мое служение находится под запретом практически в каждой динаминации. Первая причина. Я верю, что Бог един и никогда не был троицей. Бог в одном лице и открыл себя в личности Иисуса Христа. Тогда как традиционная церковь отвергает это. Но все Писание нас учит. Бог един. Причина номер два. Я крещу согласно книге Деяний 2.38. Во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов. Я верю, что нет другого имени под небом, который надлежит нам спастись. Динаминации не крестят во имя Иисуса и даже исключают из церкви за подобное крещение. Это факт. Я учу, что церковь Божья – это тело Иисуса Христа, а не динаминация с богохудными именами. Иисус Христос является главой своей церкви. Церковь Вадима – Духом Святым, а не пастором. Не пастор – глава церкви, а именно Христос управляет каждым членом своего тела индивидуально. Принадлежность протестантам не спасает. Тебя спасает твоя личная вера в Господа Иисуса Христа. Как написано, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Церковь – это свободные люди, а не адепты религиозной организации, которая контролировалась бы из Америки или Европы. А также я учу, что рожденный свыше не обязан быть в подчинении плоти и крови до самой смерти. Но каждый, рожденный свыше, должен учиться самостоятельному хождению в Господе Иисусе Христе. А также в Церкви Господа нашего Иисуса Христа все являются братьями, не существует никакой иерархии. Каждый служит тем даром и призванием, которое получил от Господа Бога. Каждый член тела Иисуса Христа имеет полное право на личную взаимосвязь с Богом, на личное изучение священного Писания, на личные отношения. И должен искать личных отношений с Богом, не имея никаких человеческих посредников между Богом и собой. Также в Церкви Нового Завета не существует и не существовало никогда и никакой денежной десятины. В Церкви Господа исключительно пожертвования десятины нет и не было никогда. Даже Христос не собирал десятину. А также я учу, что иные языки это не единственное доказательство того, что ты крещён Духом Святым. Потому что даже бесы говорят иными языками. Женщин Бог никогда не ставил в пятикратное служение, а также апостолы Иисуса Христа никогда женщин не рукополагали ни пасторшами, ни епископшами, ни пресвитершами Церкви Иисуса Христа. Крестить людей согласно книге Деяний имеет право любой рождённый свыше христианин, наполненный Духом Святым. Апостол Павел учил, что по времени вы уже должны быть учителями. И не обязательно тебе быть пресвитером или пастором, чтобы преподавать водное крещение. Также, если вы двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, вы можете совершенно и безбоязненно проводить причастие вечерю к Господню. Помни, что Иисус сказал, где двое или трое собраны во имя Его, там Он посреди. А ещё в кругах некоторых динаминаций заведовано так, что пастор распределяет дары, служения и призвания. Но это ложь. Дух Святой даёт людям служения, дары и призвания, распределяя каждому как угодно Ему. И вы имеете полное право служить телу Иисуса Христа именно так, как вас к этому ведёт Святой Дух. Также я учу, что на первом месте и самым главным в вашей жизни должно быть ваша привязанность к Господу Иисусу Христу, а не к собранию. Многие пасторы это ненавидят, но цель и задача Евангелия и каждого служителя – привязать вас к Иисусу, а не к своему служению и не к своему собранию. Самое главное – быть связанным со Христом, Его Святым Духом. Аминь. И ещё святость в вашу жизнь приходит от вашей веры, а нет самоистязания в вашей плоти и не от ваших дел, чтобы никто из вас не хвалился. Святость приходит через веру в вашу жизнь. Ну что, законники, вот ещё один пример. Церковь Нового Завета не обязана исполнять закон Моисея, как этому учите вы. Верующий человек имеет полное право принимать самостоятельные решения, какое собрание ему посещать, в какое ходить, а в какое не ходить. Христианин имеет полное право на основании своего выбора распоряжаться своей жизнью и не отдавать этого выбора в руки человека, который назвал себя пастором и уселся на седалище Моисеевом. Христианин должен думать своей головой и строить свои личные отношения на личном откровении и познании Иисуса Христа. Думать своей головой, а не чужой головой. Иметь своё мнение, свои личные связи с Господом Иисусом, а не с тем, что ему вдолбили в голову и назвали истиной в последней инстанции. Апостол Павел учил нас вникать в самого себя и в Писание. Другими словами, Евангелие должно быть нашей главной и первой настольной книгой. А больше всего верующие сегодня вникают в какие-то предания, в какие-то книжки своих лидеров. Кругом всё построено на лидерах и на их мнении. Но церковь стоит на откровении Иисуса Христа. Они вам говорят, что дьявол сидит на цепи у Бога и является, так скажем, чёрным карателем, который исполняет грязную работу, исполняя волю Божью. То есть они говорят, что Иисус Христос время от времени стравливает на вас дьявола. Но это ложь. А потом они говорят, когда Бог на вас дьявола стравливает, спускает, потом, говорят, посылает вам Святого Духа в виде утешителя. Но это ложь. И это сегодня в массах, у тысячи, если не у миллион христиан, сидит такое учение в голове. И когда им проповедуешь противоположное, они скрижещут зубами, забывая при этом, что ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог есть любовь, опомнитесь, люди. А еще они на меня злятся, потому что я учусь, что Иисуса Христа не нужно искать в каких-то потаенных собраниях, в каких-то кланах, культах или протестантских движениях. Иисус Христос недалеко от каждого из вас. Он не требует дел рук человеческих. Вам достаточно призвать имя Господа Иисуса Христа для вашего спасения. Даже Иисус предупреждал. Будут говорить, что Он в пустыне или в потаенных комнатах. Не верьте и не выходите. Иисуса вы можете найти в тайной комнате, обращаясь к Богу. Запомните, вы и есть храм живого Бога. Самая великая тайна Нового Завета – это Христос в вас, надежда славы. Он в вас живет, а не снаружи вас. За это меня многие пасторы и ненавидят. Потому что если вы поймете, что Христос живет в вас, то вы перестанете иметь нужду в человеческих поводырях. А еще они запрещают слушать мои проповеди, говоря, что, мол, я разрушаю собрания и осуждаю божьих помазанников и так далее. Но на самом деле я никого не сужу. Людей судят Слово Божье, которое они слышат и которому не хотят подчиняться. Я никого не сужу. Я свободный христианин и рожденный от Духа Святого. Надо мной не стоят никакие лидеры. Я никому не подчиняюсь. Я не создаю организацию. Мной никто не может управлять и мне никто не может диктовать. Равно как и я никому не диктую, не создаю организации или движений. За это они меня и не любят. Потому что они не могут мне сказать, мы запрещаем тебе проповедовать. Мы перестанем тебя спонсировать. Мы снимаем тебя со служения. Вот от этого они излятся. Потому что они не могут снять меня со служения. И никакими рычагами воздействия не могут управлять мною. Я свободен и ценю свою свободу в Иисусе Христе. И проповедую, что вы, христиане, свободные, рожденные от Духа Святого. Вы следуете за Господом Иисусом Христом этим узким путем. И вы с Ним должны быть одно. Но это самая главная суть Евангелия Иисуса Христа. Вот именно это их излит. Поэтому они на меня озлоблены. И поэтому они запрещают слушать вам мои проповеди. Потому что знают, что их не авторитет и власть над умами и жизнями людей может разрушиться. Они не хотят, чтобы вы прилепились к Иисусу. Они хотят, чтобы вы сидели забитые, закрытые, ни на что не способные. Они вам внушают, что вы младенцы, что вас дьявол обманет, украдет и так далее и тому подобное. Они всецело пытаются вас прилепить к самому себе. Вместо того, чтобы прилепить вас к Иисусу Христу. Вот поэтому они злые, злые и ненавидят, когда люди ищут Иисуса Христа лично. А Писание говорит, ищите Царствие Божьего. Церковь, будьте благословенны. У меня на этом все. Если вы со мной согласны, подписывайтесь на мой канал. Ставьте там палец вверх. Поделитесь, если вы не трусы этим видео со своими друзьями-христианами. И следуйте за Иисусом Христом, помня, что ваша цель – это Небесное Царство. И вы должны в Него попасть. И имя Господа Иисуса Христа – крепкая башня. И другого имени у вас нету. Аминь. И в заключении выслушайте сущность всего. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.